На всем своем протяжении улица 1 мая имеет одностороннюю застройку. Исключением служат лишь водопроводная, фильтровальная и электрическая станции, составляющие второй ряд. Комплекс состоит из каменных, преимущественно двухэтажных сооружений, определяющих крупный масштаб застройки улицы. Стилистическая характеристика отличается большим разнообразием. 3. Дом Шовякова. Конец XVIII века. Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание – пример дома в переходном стиле от барокко к классицизму, построенного в период эклектики. Заоружено в 1787 году купцом Шовяковым. Первоначально это было двухэтажное здание с деревянным мезонином и, по-видимому, принадлежало к характерному для Костромы того времени типу сдвоенного дома. При доме имелась серебряная мастерская. Во второй половине XIX века были обновлены фасады. Разобраны северная часть дома и мезонин. В 1973 году здание было удлинено сзади пристройкой. При перестройке дома утрачена верхняя часть венчающего карниза, имеющего в настоящее время незначительный вынос, искажена профилировка межэтажного карниза, частично утрачены лопатки, закреплявшие углы здания. Духовная семинария Последняя четверть XVIII века Комплекс представляет собой один из интереснейших образцов гражданской архитектуры Костромы с длительной строительной историей. Яркий пример архитектуры учебных заведений периода эклектики. В его основе лежит комплекс жилых и промышленных зданий усадьбы купца Стригалева, выстроившего каменный трехэтажный дом на верхней набережной улице около 1790 года и основавшего здесь полотняную фабрику. В 1828 году фабрика и усадьба принадлежали его внуку. В 1840-х годах фабрика была закрыта, а в 1866-м все владение было приобретено у наследников Стригалева для Костромской духовной семинарии. В 1866 году владение занимало территорию от Женской гимназии 1 мая 1918 до Преображенского проулка, ныне улицы Щемиловка. Все постройки кирпичные, во дворе имелись пруды и ключ. Местный проект приспособления крупных зданий под семинарию был признан Министерством путей сообщения неудовлетворительным, и Министерство предложило свой проект, разработанный архитектором Лазеровым, по которому в 1860-70-х годах велась постройка и приспособление зданий. Духовная семинария размещалась здесь с 1867 по 1918 год. Среди ее учеников было много видных ученых. Физиолог-академик Быков, историк Голубинский, византиевед Успенский, историк и археолог Покровский, критик Страхов. Здесь также учился в 1909-14 годах маршал Советского Союза Василевский. В 1907 году в здании семинарии в служебном помещении, которое занимал помощник инспектора семинарии Смирнов, скрывался деятель революции и гражданской войны Андреев. Занимающий обширную территорию, комплекс состоит из двух частей, разных по композиции, но одинаковых по декору основных фасадов. Сложный комплекс строений на углу 1-го мая и переулка, включающий объем мануфактуры XVIII века, составляет южный корпус, а северный корпус расположен вдоль красной линии улицы. Дом Стрегалевых. Последняя четверть XVIII века. Один из интереснейших памятников гражданской архитектуры Костромы с богатой строительной историей. Первоначальное ядро составляет Г-образный протяженный вдоль улицы 1-го мая объем дома, сооруженного в последней четверти XVIII века в стиле раннего классицизма. Владение принадлежало купцам Стрегалевым. В комплекс их усадьбы входили также каменный флигель и службы, а напротив, на берегу Волги, были устроены огород, сушильный двор, пряжеварня. В первой половине XIX века фасады главного дома были частично переделаны в стиле позднего классицизма. В 1859 году Стрегалевы продали все постройки действительному статскому советнику Григорову, который пожертвовал их для губернского училища для девиц, основанного в 1857 году первого в России. В связи с приобретением под училища к зданию вдоль Пятницкой улицы был пристроен новый корпус. Очевидно, тогда же была пристроена домовая церковь, ее завершение в настоящее время утрачено. На фасаде со стороны улицы 1-го мая устроены два балкона на кронштейнах, также не сохранились. Обновлены интерьеры. В 1862 году училище для девиц было переобразовано в женское училище первого разряда, а с 1870 года стало называться Григоровской женской гимназией. Внутри здания сохранилась парадная лестница, куда ведет ход с Пятницкой улицы. Бетонные марши с фигурными литыми балясинами опираются на столбы с лотосовидными капителями. Редактор субтитров А.Семкин